Как мы исполняемся Духом Святым на основании послания к Ефесянам, 5 главе. Дорогие друзья, мы изучаем стихи из Библии еженедельно, один стих в течение всей недели. Если вы хотите больше подробно узнать об этом, вы можете перейти по ссылке, которая указывается ниже. И на предыдущей неделе мы изучали стих такой. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». Здесь как-то бы два противоречия. И первая часть стиха, я думаю, что не стоит сильно об этом говорить, хоть есть мысли, люди, мнение, что можно пить вот такой и так дальше. Но здесь не будет об этом речь идти. У нас здесь как будто это не делать, но делать это. И здесь есть также рассуждение, почему апостол Павел сравнивает. Я тоже не хочу об этом много говорить, но одно скажу. Когда человек пьет подобное, то видно, что он воздействуется и какое действие от него получается, когда он принимает онкоголь. Но также видно, должно видно, когда христианин исполняется Духом Святым, чтобы видно было на действие, какой он. Это очень важно. Вот этот стих мы размещали в течение предыдущей недели. Я много задавался вопросом, но как исполняться Духом Святым на деле? Один из вопросов, как исполняться Духом Святым, это чтобы быть послушным Духом Святым, не горчать Духой Святой и так дальше. Есть другие течения, которые скажут, как исполняться Духом Святым. Вначале надо креститься Духом Святым и так дальше. Мы тоже не будем об этом говорить, но конкретно здесь, как по Писанию. И если мы следующий стих, который мы уже изучаем на предыдущей неделе, мы увидим, то как продолжение стиха, что здесь говорится? «Назидая себя псалмамы и словословны и песнопениями духовными, появ, воспевая в сердцах ваших Господу». Первое, какое основание послания Ефесяна 5 главы говорится, как исполняться Духом Святым, это петь Господу. Друзья, давайте на этой неделе побольше будем петь, петь вживую, петь реальную, петь для Господа. И песни какие? Духовные. Те, которые заставляют нас размышлять о Господе, каяться пред Господу, менять свою жизнь. Те, которые музыка, она идет, чтобы помогать тексту, понять смысл, а не наоборот. Не шум, я хочу даже так сказать. Есть такие музыки, которые для меня просто кажется, что это просто шум, отвлекает. Но тоже мы об этом не будем говорить. Но хочу сказать, что, друзья, на этой неделе давайте проверять себя, молиться, как часто мы поем и что мы поем. Представьте, есть христиане, которые в машинах включают нехристианскую музыку, нехристианское радио играет все время. Чем они наполняют себя? Точно не Духом Святым, Духом, но каким-то другим, чуждым Духом. Поэтому, если вы это делаете, давайте проверим на этой неделе, чем я назидаю себя, касаясь музыки, какой музыкой я слушаю. Вот эта вся современная технология, она нам может помогать даже в этой ситуации или вредить. Например, на приложении Капли Сота у нас более несколько десяток есть хороших христианских пений, дисков выставленных. Также сейчас мы несколько дисков выставили просто музыка, просто пианино музыка. Интересно, иногда дома просто можно включить и на фоне играет музыка христианская. Это хорошо. Но если это заменяет, чтобы мы не пели, то это плохо. Например, уже сегодня я заметил, что действительно я мало пою. Мы мало поем в семье. Вот наши маленькие дети, они больше поют, чем мы взрослые. Именно я за себя говорю, как отца. Мало пою. И это проблема. И это большая проблема. И об этом мне надо исправиться. Будем проверять себя. Будем молиться, чтобы Господь нам открывал действительно, как поступать правильно. Как петь Ему. Какие песни. Это по поводу этих двух стихов. Продолжаем изучать стихи дальше. Друзья, за этот 2019 год много людей подписалось в группу «Секрет успеха» на WhatsApp. И возникает вопрос, почему мы сюда подписались. Почему здесь практически всю неделю никто ничего не делает, не пишется. И даже некоторые люди уже просто повыходили. Друзья, эта группа не для того, чтобы мы все время писали, как много групп есть, и чтобы все время нас отвлекало от своих каждодневных дел, чтобы вот эта группа. Нет, это не отвлекающий момент. Практически здесь может писаться несколько раз в неделю. Это, которые я стихи выставляю, которые мы изучаем. Потом какое-то видео, возможно, какую-то проповедь. И все. Это группа как быстро зайти и найти этот стих и скачать на свой телефон. Как заставку сделать, чтобы изучать. Больше ничего здесь мы не делаем. Мы не хотим этой группой мешать вам изучать стихи из Библии. Чтобы здесь что-то смотреть, лучше смотрите на текст, который у вас есть. Карточки или как вы делаете. Это первое. Второе. Да, мы побуждаем, особенно в конце недели, больше писать ваши мысли по поводу этой группы. По поводу стиха, который мы изучали. Мысли краткие. И даже если вы запишите мысли, в конце недели я стараюсь каждую неделю делать видео подобно этого. Я могу использовать ваши мысли. Вы можете записать звуковое сообщение, можем ставить. Можете видео написать. Вот здесь хорошие конкретные мысли по поводу стиха, который мы изучали. Мы можем это использовать. Но это место не для того, чтобы ставить все, даже хорошее, даже важное, даже все, что надо. Но чтобы не отвлекать людей. Есть разные группы. Заходите. Если больше хотите получать каждую неделю что-то или каждый день, есть другая группа на телеграмме, называется Капли Сота. Там мы чаще ставим. Но здесь придумано для этого, чтобы просто зайти и стихи скачать, которые мы изучаем. Первый момент. Второй момент. Если вы хотите, то вы должны мне, вы хотите, если вы хотите что-то выставить, и вы видите главную мысль, что это важно для других, вы можете в первую очередь это мне выслать. И другой вариант. Если уж вы хотите, чтобы все прочитали, то вам надо стать администратором. Напишите мне, объясните свою ситуацию. Я сделаю администратору, и вы администратором, и вы сможете выставлять. Но выставлять раз в неделю. Эту мысль, которую вы хорошо обдумали, в течение недели размышляли, и в пятницу, или в субботу, вы собрали кратко и выставили свою мысль. Видео, или аудио, или просто текстом написать. Это вы можете сделать. Но не больше. Еще раз повторюсь. Мы не хотим, чтобы эта группа отвлекала вас от ваших ежедневных дел, и также от того, чтобы вы изучали эти стихи. Если вы в течение недели каждый день 10 раз прочитываете стиха, вникаете в него, это цель этой группы. Не то, что даже этой группы. Это цель, которую мы хотим, чтобы мы больше росли духовно. Благодарю, что вы остаетесь с нами. Можете присоединяться к группе. Если будут вопросы, мы всегда постараемся ответить. Не сразу, но когда есть возможность. Оставайтесь с Богом, изучаем стихи в Библии вместе, размышляем над Ним. Потому что Библия говорит об этом. Какие мысли человека, таковы он. Если мысли библейские, духовные, так мы, значит, библейские и духовные люди. И Дух Святой. Это очень важная глубокая тема. Но в этих стихах, чтобы мы больше узнали, чтобы исполняться Духом Святым, здесь, на этом тексте Писания, это побольше славить нашего Господа пением. С Господом!